Дагестанский авиапром набирает высоту. В ближайшее время самолеты из Кизлярос могут завоевать свой сегмент рынка. Близкие последствия далекого коронавируса. Испорченные бананы и подорожавшие маски. Подробнее в нашем выпуске. И МАСу тоже нужна виза. Вернее, разрешительные документы. Дагестанский продукт не могут вывезти в Иран, пока не оформлены все бумаги. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. На неделе глава Дагестана Владимир Васильев в ходе визита в Республику Татарстан принял участие в заседании Попечительского совета Болгарской Исламской Академии под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Также в работе совета участвовали главы субъектов федерации, уполномоченные федеральных министерств культуры и образования, представители духовенства и меценаты. Руководитель Дагестана также встретился со студентами Болгарской Исламской Академии, являющейся одним из крупнейших теологических вузов страны. Семь дагестанцев стали финалистами конкурса «Лидеры России». По итогам очередного этапа в суперфинал от СКФО вышли 30 человек. Семь из них – представители нашей республики. Организаторы управленческих соревнований отмечают, что участие в конкурсе – это уже показатель профессионализма и стремления приносить пользу обществу. Напомним, суперфинал пройдет в Сочи. Всего на конкурс управленцев в 2020 году поступило около 240 тысяч заявок от представителей всех субъектов России. Конкурс «Лидеры России» проводится по поручению президента страны и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. В Дагестане будут собирать самолеты. Цех для сборки легкомоторных самолетов МАИ-411, площадью более 5000 квадратных метров, появится в скором времени в Кизляре. Строительство нового корпуса за счет собственных средств завершает кизлярское оборонное предприятие «Концерн Кэмс». На базе нового цеха уже в этом году запланирована сборка трех самолетов. Кроме этого, у предприятия появится собственная авиакомпания, нацеленная предоставлять широкий спектр услуг. Здесь также имеется своя взлетно-посадочная полоса с выходом на аэродром. Несмотря на пришедшую непогоду, медицинская статистика демонстрирует пока хорошие показатели. Заболеваемость ОРВИ в Дагестане остается все еще на неэпидемическом уровне. С конца января зарегистрировано всего 3000 случаев ОРВИ. В целом же по России число зараженных вирусом гриппа стремительно увеличивается. Сейчас, по данным Росздравнадзора, эпид-порог превышен уже в 23 регионах. В основном болеют дети от 3 до 14 лет. В аэропорту Махачкалы создадут изолятор для зараженных коронавирусом. По поручению премьер-министра Дагестана Артема Сдунова уже проводится ремонт помещения. По словам гендиректора аэропорта Махачкалы, при выявлении человека с подозрением на опасную инфекцию, он будет изолирован в данном пункте. Кроме того, еще одно помещение есть и в штабе, где будет проходить предрейсовый осмотр экипажей. Эпидемия коронавируса разрастается в Китае. Но не так стремительно распространение самого коронавируса, как тьма мифов и слухов об этом заболевании. К примеру, в сети появилась информация, что вирус можно вылечить раствором соли или специальным чаем. Находчивые предприниматели уже принялись активно продавать продукцию. Но одним из самых популярных фейков специалисты назвали заблуждение, что вирус передается через бананы. Мы решили выяснить, где правда, а где вымысел. Зумруд Гамидова продолжит тему. Совсем недавно социальные сети заполнили так называемые «письма счастья» от неизвестных благодетелей. В них сказано, что употреблять в пищу бананы ни в коем случае нельзя, иначе вас непременно настигнет напугавший весь мир коронавирус. Торгующие фруктами предприниматели жалуются на резкое падение спроса. Это произошло из-за того, что кто-то намеренно распространил пугающие слухи среди местных жителей о том, что бананы якобы заражены опасным китайским вирусом. Хотя привозят эту продукцию вовсе не из Китая, а вообще с других континентов. Эта продукция приходит из Эквадора, с Южной Америки. А к Китаю никакого отношения не имеет. Замедлились объемы, конечно, это скоропортящийся груз. Не помогает даже снижение цены. Убытки довольно приличные. Все равно сказывается. На рынке это сказывается. Потому что если замедлились сегодняшние продажи, завтра тоже проблемы будут. Они друг на друга наслаиваются, эти проблемы. Все те, кто этим занимается, все магазины. Люди напуганы из-за того, что коронавирус еще недостаточно изучен и все опасаются его быстрого распространения по разным странам. Это и заставляет верить в любые небылицы, даже в заражение через желтые плоды. От пугающих фейков не спасают даже последние рекомендации Минздрава и многочисленные опровержения специалистов Роспотребнадзора. Заражение людей через бананы, через какие-то пищевые продукты, через посылки не происходит. На данный момент во всем мире могу сказать, что описанных случаев через посылки, переданные, посланные куда-то, не описано. Инфекция неустойчивая во внешней среде, она погибает быстрее. Поэтому риск какого-то заражения через бананы я не вижу. Так что в данном случае это не более чем страшилка. Вирус способен жить только внутри организма животного или человека, поэтому на банане он выжить не сможет. Чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать стандартный набор правил. Мыть руки с мылом, не трогать глаза, нос и рот грязными руками. Стараться реже бывать в общественных местах. И есть фрукты, бананы в том числе. Предмет роскоши или средство защиты от вируса? Дагестан продемонстрировал наибольший рост цен на медицинские маски. Именно такая информация появилась накануне в СМИ. Однако мониторинг, проведенный активистами ОНФ в десятках аптек столицы, показал иную картину. В среднем цена маски колеблется от 2 до 8 рублей. Но это не гарантирует нам, что стоимость не повысится в ближайшем будущем. Дело в том, что в аптеках уже был отмечен дефицит. А цены новых партий наверняка будут выше. Отметим, что скачок стоимости происходит на фоне всеобщей истерии, связанной с распространением коронавируса. Об этом говорят и сами работники аптек. А есть какие-нибудь проблемы в последнее время с наплывом людей, что масок не хватает? Есть. Масок не хватает, да? Много людей получают. А? Мы, например, больше 10 штук не даем, потому что сейчас, чтобы взять, уже оттого эти налогиумы расов. А аптовая цена какая сейчас? 7 или 8 рублей. А как так? Не знаю. В последнее время наплыл, да, на маску? А как вы думаете, с чем это связано? Ну, с кем-то на это связано. Сегодня мы прошли множество аптек в городе Махачкала. И были аптеки, в которых масок не было. Мы также интересовались у работников, с чем это связано, и было ли это ранее. Многие, конечно, ссылаются на то, что наплыв на масок связан с тем, что сейчас как бы идут разговоры о коронавирусе. Но в 70% аптеках маски есть в доступе. Их можно приобрести средняя цена 5 рублей. Фермеры республики терпят убытки. К нам в редакцию с жалобой на это обратились отчаявшиеся предприниматели. Все дело в том, что еще полгода назад власти Дагестана заявили о наращивании экспорта баранины в Иран полтора раза. Тогда многие аграрии закупили большое количество овец, чтобы удовлетворить этот спрос. Однако не предусмотрели того, что еще понадобится кипа сопроводительных документов. Разбирались ситуации мои коллеги. Около сотни взволнованных фермеров со всей республики с самого утра собрались у здания Минсельхозпрода республики. Дело в том, что сельхозпроизводители еще с прошлого года не могут отправить мясо в Иран. Делать это якобы запретили власти. А формальной причиной, по их словам, стало отсутствие нужных справок. Кроме того, фермеры жалуются. Господдержку получают в основном крупные агрохолдинги и сельхозпредприятия. Личные пособные хозяйства, по их мнению, обделены вниманием государства, ничего не получают и, более того, несут убытки в этом году. В Махачкале, по словам фермеров, за день они сдают до 80 голов и это очень мало. Более того, скот выше 23 килограмма вовсе не берут. А ведь многие всю зиму откармливали поголовье в расчете на сбыт и сейчас из-за отсутствия спроса готовы отпускать скот снова на пастбище. Что делать дальше скотоводы, просто не знают. Нам сейчас ставят такие требования, о которых мы раньше не слышали. Люди 20-25 лет занимаются откормом и до сих пор не было таких требований. В прошлом году увозили на Иран, в позапрошлом, этим летом увозили на Иран. Мясо почему? Люди огнят. Сейчас здесь собрались не потому, что мы хотим космические большие цены. Сейчас люди собрались здесь потому, что мы хотим просто реализовать. Даже не в плюс, просто чтобы мы в убыток не пошли. С овцеводами лично встретился глава аграрного ведомства Абзагир Гусейнов. Выслушав недовольных, министр напомнил о том, что вся продукция животного происхождения должна проходить через систему ветеринарной сертификации «Меркурий», чтобы от фермы до прилавка проследить с путь куска мяса или бутылки молока до конечного потребителя. В противном случае недобросовестные перекупщики могут незаконно и по низким ценам приобрести мясо без регистрации и ветеринарных справок. Это, по мнению руководителя ведомства, недопустимо, так как бесконтрольное перемещение скота негативно повлияет и на всю отрасль, и на каждого дагестанца. Программа «Меркурий» придумал не я. Это закон, который приняло государство. Оно не обязывает вас платить налоги. «Меркурий» программа никак не связана с налогом. Это программа для учета передвижения вашей животноводческой продукции. Сегодня мастер создал наши задачи. Эти все ваши потоки, когда вы скот покупаете, когда вы скот продаете, когда вы его перевозите, когда вы его режете, когда вы продаете на рынке, чтобы все это учитывалось в этой программе. Минсельхозпрод не запрещает правильно оформлять и вывозить скот никуда. Нет таких у нас намерений. Мы никому ничего не запрещаем. Мы всего лишь хотим, чтобы все работали по закону». Однако часть аграриев, как оказалось, просто-напросто не понимают, о какой системе идет речь и почему заниматься этим должны сами хозяйства, а не ветстанция. Для многих «Меркурий» лишь планета Солнечной системы. «Я клянусь, говорю, три дня я пытался по группам объяснить, что такое «Меркурий». Люди есть, которые в WhatsApp. В WhatsApp много групп есть, потому что мы чабаны, мы фермеры, отформочники. Нам интересно знать информацию, где продают, где покупают, где закупают, куда продают. Идет обсуждение. Уже в конец говорят, где купить этот «Меркурий». В каком магазине он бывает, спрашивают. Я куплю этот «Меркурий». Люди просто-напросто не понимают, не знают, что такое «Меркурий». После бурных дискуссий стороны все же пришли к единому мнению. Главное условие – зарегистрироваться в системе «Меркурий», научиться в ней работать и трудиться в рамках закона. Замрут Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале продолжается строительство духовного центра имени пророка Исы, мир ему. Грандиозный проект занимает площадь в 26 гектаров. Недавно был официально получен полный пакет документов на эту землю. Городоначальник лично вручил их духовному лидеру Дагестана. На каком этапе сейчас находится строительство уникального объекта, самого масштабного на всем Северном Кавказе, узнавал Хамза Нурмагомедов. Мечеть – сердце духовного центра и самое большое сооружение комплекса. Общая площадь её составляет 32 тысячи квадратных метров. Она будет носить имя пророка Мухаммада, мир ему и благословения, и сможет принять более 20 тысяч молящихся одновременно. На сегодняшний день мы завершили практически все монолитные работы по мечети. У нас остались внутренние ригеля, которые будут основанием для конструкции перекрытия крыши. В центральной входной группе мы завершаем кладку, и в передней части мечети, где находится имам, где его место будет, мы тоже завершаем кладку. Помимо мечети здесь возводят и другие социально значимые объекты. Это школа, садик, реабилитационный центр, спорткомплекс. Однако больше всего поражает территория, отведённая для парковой зоны. Это ровно две трети земли, то есть большая часть. На народной аллее, которая протянется от берега моря до духовного центра, только за последние три месяца посадили более тысячи деревьев. На всей протяжённости аллеи, а это целый километр, человек не будет пересекать дорогу. На участке старой Каспийской трассы соорудят подземный переход шириной 18 метров с плавным подъёмом и спуском. Ежедневно на территорию народной стройки приезжают делегации из разных уголков республики, страны и даже зарубежья. Кто-то просто посмотреть за ходом строительства духовного центра, а кто-то помочь в добром деле. Сегодня мы застали добровольцев из Буйнакского района. Приятно, что какое-то участие у нас есть здесь, чтобы когда души, моральные, духовные, успокоиться, когда какую-то помощь оказал. Сегодня тоже сын пришёл. В 2025 году планируют полностью завершить строительство всех объектов. И благоустройство территории духовного центра. Приблизительно 30% работ уже сделано. Трудятся непрерывно. В начале этой недели сделан ещё один шаг на пути к финальной цели. Мэр Махачкалы официально вручил муфтью Дагестана полный пакет документов, на земельный участок отведённый для строительства. Нет сомнений, что это уникальное сооружение станет одной из красивейших достопримечательностей Дагестана и Кавказа. Будет прекрасным местом для паломничества верующих, получения знаний и проведения досуга во всей России. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Первая в России ювелирная мастерская для инвалидов-колясочников открылась в Махачкале. Инициатором этого дела является руководитель благотворительного фонда «Колесо добра» Наида Магомедова. Девушка реализовала проект на средства грантов Минтруда Дагестана и форума Машук. Подробнее в сюжете по тематханаповой. Все начиналось с малого, рассказывает Наида, автор проекта. Три года назад на дому начала обучать ювелирному мастерству знакомого с ограниченными возможностями здоровья. Позже желание приобщиться к этому делу изъявил и его друг. Затем желающих освоить ремесло злота кузнеца становилось все больше и больше. Так и возникла идея создать отдельную мастерскую для инвалидов-колясочников со всем необходимым инвентарем. Нужны были лишь средства на реализацию. «Потом я поехала на Машук, форум Машук. Там, как физлицо, я выиграла 300 тысяч, закупила первое свое оборудование. У нас не было помещения, просто некуда было его сложить. Я выиграла еще грант от Министерства труда. Вот это вот помещение, мы взяли его в аренду на грант от Министерства труда. Потом еще мы также выиграли президентский грант. Это было недавно, как раз я являюсь руководителем. Поэтому у нас здесь есть 3D-принтер, у нас здесь есть ЧПУ-станок. И каждый раз мы просто докупали, докупали и докупали. Сейчас у нас здесь полный комплект оборудования для промышленной мастерской». Проект позволит инвалидам-колясочникам не только пройти трудовую реабилитацию и улучшить социальное самочувствие, но и получить квалификацию ювелира, трудоустроиться, найти творческую отдушину и самореализоваться. В небольшом помещении, полностью адаптированном под стандарты программы «Доступная среда» есть все необходимое для обучения. «Тут мне слов даже не подобрать, как мне такая идея. Это же чудесная вещь. Это я могу ходить, общаться, заниматься, учиться, работать. Может быть и зарабатывать научусь. Я бы хотел, чтобы из моих рук выходила красота». Записаться на курсы бесплатно может любой желающий с ограниченными возможностями здоровья. В помещении 6 рабочих мест. Занятия будут проходить в две смены. Кроме того, руководство Министерства труда обещает решить вопрос с транспортом, чтобы ученикам было легче добираться до мастерской. Патимат Ханнапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Число юнормейцев в республике растет с каждым днем. Недавно в ряды юных и отважных вступили около 30 ребят. Торжественное вручение удостоверений состоялось в управлении Росгвардии по республике. Там же для ребят провели экскурсию и развернули выставку боевого оружия. Луиза Раджабова расскажет обо всем по порядку. Форма песочного цвета и яркий берет. В рядах армии юных патриотов Малика недавно. Как и ее подруги, она впервые держит в руках стрелковое оружие. На экскурсию и смотр военной техники пришла не одна – со своим отцом. Три дочки. Из них две старшие. Одна десятый класс, другая шестой класс. Обе состоят в этом движении юнормия. Они регулярно принимают участие в всяких патриотических акциях. Им это доставляет удовольствие. То есть это не от того, что я захотел, они пошли. Наоборот, они, видя, как мы активно в этих моментах участвуем, они сами проявили инициативу. Я выбрала именно юнормию. Не шитье, а танцы, как и остальные девочки. Потому что я хочу быть как можно ближе к своей стране. Я патриот своей страны, как это понятно уже. Я очень люблю свою страну. И если вдруг что-то произойдет, я, конечно, в первых рядах буду защищать свою страну. У ребят много вопросов. На выставке боевого оружия и спецтехники бойцы ОМОН нашли, чем заинтересовать детей. Здесь и бронированный «Тигр», и БТР. А в кинологическом городке юнормейцев знакомят со служебными собаками и основами их трассировки. Значит, наша основная задача – это воспитание детей, чтобы они уже были с малых лет, понимали, что такое родина, отечество, служба в армии. Чтобы они были к этому готовы показать, что есть у нас. Ознакомить их с оружием, ознакомить их с техникой, ознакомить их с нашим бытом. В нашем юнормейском движении в республике Катагистан состоит 14 107 человек. 52 отделения и 870 отрядов. В наши ряды выступают ребята наиболее подготовленные. Ребята, которые занимаются спортом. Ребята, которые желают изучить историю России, географию России. В обязанности юнормейцев входит хорошая учеба, занятия спортом и постижение военных дисциплин. По всей республике в юнормии уже вступили 14 тысяч человек. Попасть туда может любой школьник в возрасте от 8 до 18 лет. Сегодня свое удостоверение получили еще 30 ребят. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Прославленный боец Хабиб Нурмагомедов провел в Каспийске международный турнир по футболу среди слепых. Кубок Каспия собрал 8 команд из стран зарубежья и некоторых субъектов России. Как играют спортсмены, у которых полностью отсутствует зрение, знает Курбан Рагимов. Никита Егоров не видит с рождения. Все свои 29 лет спортсмен живет в полной темноте. Однако это не мешает ему добиваться успехов в мини-футболе. Он начинал играть еще в 2009-м, а спустя несколько лет мечта стала реальностью. Сегодня Никита один из лидеров сборной команды России. Сначала очень хотелось просто доказать себе, что я могу играть на высоком уровне. Ну, сначала, что вообще могу играть, водить мяч и прочее. Потом, когда первые успехи пошли, хотелось тянуться к наиболее высшему уровню. А потом уже, соответственно, когда кое-что стало получаться, просто держать планку. И успех мотивирует на дальнейшую работу чаще всего лично меня. Порой страсти кипят в игре такие, что не снятся футболистам премьер-лиги. Да и уровень мастерства здесь высокий. В Каспийск съехалась почти вся элита российского мини-футбола Б1. Всего в турнире участвует 8 команд. Помимо местных клубов, это сборная Казахстана, Молдовы, Республик Марии, Эллы, Чечни, а также команды из Москвы и Московской области. Вообще идея турнира, организация турнира пришла к Хабибу. После того, как он сыграл в товарищеском матче со сборной Казахстана. И мы созвонились и как-то синхронно друг к другу сказали, что давай проведем турнир международный в Дагестане. Это первый турнир международного уровня в России. Настолько высокой организации не было еще ни на одном турнире в России. Начиная от призового фонда, заканчивая расселением и всего остального. Международный турнир, тем более в это время года, где в основном в России у нас тренироваться, негде играть, негде только в зале. А здесь вообще великолепные условия, прием хороший, проживание, питание, организация, все отлично. В этом мини-футбольном турнире, по большому счету, все точно так же, как и в играх среди абсолютно здоровых спортсменов. По крайней мере, в желании футболистов победить и в их стремлении стать лучше. Здесь немного другие правила, но чего не отнять, так это огромное уважение к игрокам. Оказавшись в непростой жизненной ситуации, они не опустили руки и нашли себя в спорте. Их присутствие на поле вызывает восхищение и у чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Именно он совместно с партнерами из Паралимпийского комитета Казахстана и фондом «Озарение» выступил организатором этого турнира. Я когда был в Казахстане, посетил клуб «Кайрат», футбольный клуб «Кайрат», и там меня познакомили с ребятами, которые играют в футбол, но не видят мяч. Для меня это было такой новостью. Я сам с ним сыграл, и первое отражение мне нанесли там, на футбольном поле. Команда Никиты Егорова выиграла в Каспийске свой очередной трофей. В серии пенальти футболисты из Московской области оказались точнее игроков из республики Мариэл. Хозяева поля остались за пределами первой тройки. Впрочем, солидных денежных премий, кубков и медалей удостоились все участники. Кубок «Каспия» по футболу среди незрячих планирует проводить ежегодно. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья.